Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик. И сегодня мы поговорим уже в какой раз о выездных налоговых проверках, о камеральных налоговых проверках и иных формах налогового контроля. Передавать документы налоговому органу или не передавать, я уже на эту тему очень много говорил. Так вот, давайте обратимся к тому, что есть вот такие формы контроля. Есть такая форма камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка. А есть еще, об этом нам говорит налоговый кодекс, есть еще иные формы налогового контроля. И вот если мы обратимся к этим иным формам налогового контроля, то обнаружим следующее. Об этом нам говорят статьи, кстати, 93 и 93.1. О том, что налоговый контроль может еще проводиться вне рамок налогового контроля. Налоговый контроль может проводиться в связи с проверкой вашего контрагента. И у вас запрашивают кучу документов. Вот такой вот большой перечень. Ну, совсем недавно ко мне обратился клиент, и мы с ним разбирались с этим вот налоговым требованием в рамках 93.1. Во-первых, пришел запрос и просили его документы за период больше, чем 3 года. И это все было вне рамок налоговых проверок. И плюс еще, но вообще немыслимый пакет документов на 24 страницах. И у него возник вопрос, отвечать или не отвечать. Вот, я еще раз повторюсь, я уже много раз говорил о том, что... О том, отвечать или не отвечать, ну, все зависит от конкретной ситуации. Помните, как Владимир Ильич Ренин говорил, да? Батенька, конкретный анализ конкретной ситуации – вот истинная суть и живая душа марксизма. Поэтому заочно сказать законно требование, незаконно, да, отвечать на конкретные требования налогового органа, не отвечать мы можем решить только в каждой конкретной ситуации. Ну, а, конечно, не видя перед собой какой пакет документов, да, не понимая, что есть в требовании, невозможно ответить на этот вопрос. Поэтому вот будьте осторожны, когда получаете требования налогового органа о предоставлении документов вне рамок налогового контроля и понимайте, что сегодня, кстати, изменилась ответственность за непредоставление документов вне рамок налогового контроля. Если раньше за непредоставление документов вне рамок налогового контроля был предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, да, то сегодня штраф за каждый непредставленный документ стал составлять 200 рублей. Ну вот думайте, как вы будете отвечать. Еще раз хочу сказать, что не каждое требование налогового органа о предоставлении документов вне рамок налогового контроля является незаконным, и сегодня также стало вдруг опасно не отвечать на такие требования, потому что сумма штрафа слишком большая. Обращайтесь всегда к специалистам, прежде чем будете готовить такой ответ. Поэтому знайте, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но не забывайте обращаться вовремя к специалистам, к налоговым адвокатам. Они всегда вам помогут. На этом у меня все. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик. С вами был бизнес-адвокат Павел Тылик.